Говорил ли вам когда-нибудь Фейлер, кто оказал на него влияние в литературе? Кажется, что он один такой, чья он реинкарнация, и писал ли кто-то из его современников, так же необычно. Ну, так же необычно, безусловно, Маканин, потому что сочетание философской глубины и новеллистической увлекательности, оно для Маканина в высшей степени характерно, и он самый близкий Вейлеру писатель. По крайней мере, где сходилось небо с холмами, Вейлер считает идеальной новеллой, и я, пожалуй, в этом с ним согласен. Хотя я Маканина не то что не люблю, а он от меня очень далёк, может быть, я его не понимаю, я считаю, лучше его вещью предтичу. Но как бы то ни было, интеллектуальный подъём 70-х наиболее наглядно выразился в сложной, местами совершенно иррациональной, местами, наоборот, математически просчитанной маканинской прозе. Чья Вейлер инкарнация, я судить не берусь, потому что, вообще говоря, традиция фантастической и философской прозы в России была, ну, Адоевский, например. Но Вейлер всё-таки, прежде всего, и для себя, и для меня, прежде всего, социальный мыслитель, и его теория энергоэволюционизма, кажется, мне довольно привлекательной. И поставленный им вопрос, если человек не стремится к добру, то к чему же он стремится? Вот этот ответ про максимальный диапазон ощущений, максимальное действие, это мне кажется интересным чрезвычайно. Поэтому для меня, понимаете, Вейлер интереснее всего, конечно, как новеллист, ну, потому что я его опытом всё время пытаюсь воспользоваться. Но вот интересная штука. Вот это, пожалуй, самое в нём интересное, и это делает его писателем без аналога. А на уровне раций, на уровне рационального построения, новеллистической композиции, ну, у него, собственно, диплом по новеллистической композиции, он классифицировал её очень убедительно. По его идеям, по его теориям, он человек для меня довольно понятный и довольно интересный. Но вот в чём его главный парадокс. Несмотря на ясность его ума, на его любовь к фористическим формулам, на его декларативность в прозе, он многое проговаривает прямым текстом и неоднократным, для меня в этой прозе остаётся загадочной её глубокая тайная печаль, её постоянная меланхолия лирическая. Это в таких его рассказах, как «Расширение жилплощади», где человек слабее и всё, значит, меньше чувствуя пространство, не чувствуя способности преодолеть даже комнату, потому что ему трудно, он шаркает, он чувствует, что его квартира бесконечно расширяется, ему трудно выйти в кухню покурить, и в результате он оказывается один в ледяном поле, по краям которого перекликаются жена и дочь. Вот это потрясающая метафора. Да и большинство его рассказов, «Лодочка» или «Апельсины», или «Легионер», ну, ранние Веллеровские рассказы, они несут в себе, ну, «Осорские острова», они несут в себе какую-то такую бесконечную печаль проходящей жизни. Он же, в общем, лирик, понимаете? И его бесконечно печальные рассказы типа «Долгов» или «Колечко» или «Кошелька», мне как бы понятно, как они построены, мне понятна авторская мысль, но за всем стоит колоссальная, понад усе, как говорят украинцы, стоит колоссальная, печальная, пронзительная интонация. И эта печаль иррациональная, эта печаль не побеждается никакими выкладками. Ну, помните, как Камилл в «Далёкой радуге», он всё понимал, но ему от этого было не легче, наоборот, его колоссальное человеческое одиночество. Или как вот этот вот главный герой-математик в следствии у Лема, в расследовании. Он всё понимает, но ему всё время грустно, его снедает безумная тоска. Может, ну, та тоска, которая снедает, например, там, с Наутой Сарторисом в Солярисе. Это невозможно объяснить. Она, может быть, это тоска, вот от многого знания много печали. И вот эта пронзительная печаль мне у виллера всего дороже. Потому что я же воспринимаю прозу всё-таки на человеческом уровне, всё-таки на уровне и личной читательной. Обращайте внимание, что дверь будет иногда хлопать, у нас здесь сквозняк, а если не будет сквозняка, мы задохнёмся, у нас 30 градусов. Вот эта поразительная печаль тихая, она мне в таком рациональном, в таком напористом виллере всего дороже. И по-человечески, я же много его всё-таки видел, я с ним дружу, он преимущественно печальный человек, он человек эллигический. Знаете, вот это мне всегда в нём казалось при его дикой витальной энергии, при его поразительной лёгкости схождения с людьми, при его волнененосных контактах, при его напористой речи. Мне всегда казалось поразительным, что внутри него живёт эта эллигия. И, ну, может, это питерская в нём. Большинство питерцев уже люди одновременно очень осведомлённые и очень грустные. Это вот в нём сидит. Субтитры подогнал «Симон»!